Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас тут интересный видосик по поводу замены колес. И хочу отметить сразу положительные вещи Prius'а, которые для пользователей могут быть очень пригодится. Вот я на примере, вот сейчас посмотрим вот это колесо, да? Вот видите износ дисков, какой, на пробеге 280 тысяч. А знаете, почему все это происходит? Сейчас я покажу на этой стороне более подробно. Вот видите, какие диски? Практически никакого износа нет, чуть-чуть небольшая выемка только. Видите? То есть тормоза практически сохраняются в первозданном виде. Все из-за того, что здесь присутствует способ торможения рекуперации. То есть торможение генератором или кромотором. Энергия идет в аккумулятор. Вот. Сейчас посмотрим износ колодочек. Вот смотровое окошечко, износ колодочек. Вот такой вот интересный, ребят, Prius. И вот это один из больших, очень положительных плюсов этой машины. Что колодки практически не надо менять. Износ дисков никакой. То есть практически машинка, видите, в идеальном состоянии при пробеге 280 тысяч. Скажите, вот у других машин при таком пробеге сколько раз колодки менялись и диски? Вот интересно будет ваши комментарии послушать, ребят. Вот это Prius. Поэтому видите, какое идеальное состояние практически при пробеге. Поэтому я рекомендую покупать Prius. Сейчас посмотрим еще резиночки здесь. Машину, напомню, 2003 года выпуска. Ребят. Сунулся тоже в норме. Все, теперь ставим зимнее колесико. Смазываем чуть-чуть графитовой смазочкой. И закручиваем гаечки. Видите гаечки, ребят, родные? Не ржавые, ничего, ребят. Представляете? То, что значит Toyota. Как они делают хорошо. Поставьте наши гайки, они у вас через полгода будут в желтые уже все. Вот это плюс Toyota, ребят. Потому что качество здесь хорошее очень. Рекомендую. Вот эта моделька вообще суперская. Вот такая вот, ребят. Сегодня у нас конетель. Все, сейчас ставим колесики, потом еще раз сниму. Дорогие мои, вот когда ставите или снимаете, обязательно подписывайте. Берите фломастеры, вот на внутренней стороне вот так вот напишите. Допустим, правая и передняя, да? Задняя и левая там, задняя и правая. Вот так вот, видите? Вот хорошая резина твоя, ребят, рекомендую. Офигенная летняя резина. Проксис называется F1. Вот раньше она японская поставлялась, но сейчас вот в Малайзии сделают. Можно, в принципе, у нас сейчас купить. Японская не осталась, малайзийская только. Но все равно хорошая. Качественная, ее даже балансировать не надо, видите? Практически грузиков нету, ребят. Представляете? То есть офигенная резина. Могу вот такую вот рекомендовать вам на лето ставить. Проксис той опробована, как говорится. F1, ну F2, CF2, CF2 называется. Вот. Ну, это как-то так, ребят. Здесь диска, видите, у нас в хорошем состоянии, здесь все нормально. Ну, дорогие мои, красочки пшикнули чуть-чуть для красоты. Теперь можно баллончик одевать зимний. Все. Осталось вот колесико еще поставить. И все. И мы тогда будем уже на зимней резине. Качаем перепелек на 2,3. Вот такой протектор у нас. Ребят, вот я всегда ездил на липучке без шипов. Здесь вот видите, уже какая-то другая резина мне. У нас машина покупала уже с этой зимней резиной. Ну, протектор еще хорошие, шипы вроде еще на месте. Называется она Norman 5 Nokia. Русская резина. Вот, поэтому не знаю, как она себя поведет. Вот, вы сами мне напишите, какая вам больше нравится резина. Липучка или с шипами? Я, например, ездил всегда по городу обычно зимой. У нас там практически асфальт поливают всякой жижей. И мне без шипов кажется более оптимальный вариант ездить. Она не шумит. Но, да, у нас нет особой, сколько в дворах там чуть-чуть бывает заметет снег. А так вот, вы мне напишите, какая вам больше нравится резина. Я-то люблю обычно тою. Вот, тою и липучку тою. И вот лету у меня стоит тоя. Вот как-то так. Здесь вот есть табличка, сколько качать. Каждое колесо, видите, перед 2,3, зад 2,2. Дай 2,2 очка. 2,2 атмосферы. Ну вот, перед мы сменили, сейчас теперь зад. Машину развернем и поставим назад еще колесики зимние. Вот на сегодняшний такой-то у нас сегодня небольшой обзорчик получился по Тойоте.